Мирослав Мысла погиб вблизи Крымского на Луганщине в октябре 2016-го, получив тяжелое ранение во время обстрела позиций украинских военных из минометов и стрелкового оружия. Он – выпускник исторического факультета университета имени Каразина, был активным участником революции достоинства. Сразу после начала АТО ушел добровольцем на фронт. Сначала служил в Добробате Сич, после ненадолго вернулся в Харьков. Затем, закончив офицерские курсы, снова пошел воевать, уже в составе 93-й бригады ВСУ. Похоронили парня в его родном селе Волохов-Яр в Чугуевском районе. Там у него остались мать и тетя проводить воинов. Последний путь пришли сотни человек. Боевой побратим Мирослава Артем Сухин рассказывает, парень был настоящим патриотом и воевал за независимость Украины. Поэтому заслуживает того, чтобы его имя помнили не только современники, но и следующие поколения. Петиция о переименовании проспекта героев Сталинграда в честь погибшего бойца АТО. Харьковчанина Мирослава была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета еще в ноябре прошлого года. Спустя два месяца петиция набрала необходимое количество голосов, а это 5000. Поэтому вскоре должна быть рассмотрена харьковским мэром. Мнения жителей домов по проспекту героев Сталинграда разделились. Часть харьковчан в качестве варианта предлагают вернуть историческое название. Но большинство говорят, что они против переименования этого проспекта и уверяют, им дорога память о героях прошлых лет. А вот кто такой боец АТО Мирослав Мысла, не знают. У меня воевал и дедушка, и папа воевал. И папа освобождал Сталинград и получил медаль за оборону Сталинграда. И дошел до Берлина. И надо как-то сохранить память. Честно говоря, трата времени и всего не нужна. Я думаю, что и здесь было раньше Байронов, лучше было Байронов. Все-таки ближе к герой прошлого, скажем так, чем настоящего. Почему? Ну, затрудняюсь ответить, это сложно объяснить. Как бы память, вот, ну, не знаю, вот, меня бабушка воспитывала. Я всю жизнь прожила на новых домах, поэтому для меня, в принципе, героев Сталинграда вполне устраивает. Тем более я не считаю, что тут что-то такое противоестественное и несоответствующее названию. Но если бы это какой-то был, ну, не знаю, политический какой-то уклон, тогда бы я была возмущена тут. В Харьковской мэрии сообщают, что петиция о переименовании проспекта в честь воина АТО сейчас все еще находится на рассмотрении. Официальный ответ должен появиться в ближайшее время. Тем временем на сайте мэрии появилось несколько ответных инициатив уже против смены названия проспекта. Лариса Говина, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости.